Команда в седьмой раз стала сильнейшей в России среди студенческих клубов. Спортсмены выиграли первенство Национальной студенческой футбольной лиги. Глава региона побывал на стадионе университета, где в это время у чемпионов проходила тренировка. А после общение продолжилось уже за чашкой чая. В команде студенты разных факультетов вуза. Среди них есть и будущие юристы, педагоги, психологи и экономисты. Однако многие после получения диплома планируют продолжить футбольную карьеру. К слову, помимо российских пьедесталов, спортсмены неоднократно занимали призовые места на европейских чемпионатах. Вы занимаете верхнюю строчку уже 7 лет подряд в студенческой и высшей лиге. Это очень большой показатель. Вы же тоже сменяетесь, потому что вы студенты, потом выходите, команда обновляется периодически. Тоже для меня непонятно, каким образом так можно быстро сыгрываться, по какому принципу выбирается команда. Мне кажется, это вопрос семейный. То есть однозначно у нас каждый человек занимается своим делом. То есть у нас нет какого-то такого ректора и все. И вот что он сказал, то мы делаем. То есть футболисты знают свою нишу, тренер знают свою. Даже какие-то решения принимаются коллегиально. Но у нас, допустим, каждый человек команды, он имеет право голоса и высказываться. То есть именно внутри, не выносить там на прессу и куда-то. А именно внутри люди должны слышать, что говорит каждый член команды. На встрече с губернатором молодые спортсмены не могли обойти стороной вопрос о развитии футбола в крае. В частности, речь зашла о футбольном клубе «Кубань» и о выходе на один сезон из премьер-лиги. Несмотря на проигрыш, край, конечно, продолжит поддерживать команду, сказал Вениамин Кондратьев. Но для этого футбольному клубу нужно перезагрузиться. В свою очередь студенческой сборной предположили, что главной команде региона не хватает стабильности. Наверное, одна из главных причин успеха – это стабильность. Стабильность руководства, стабильность тренерского корпуса. И тогда можно идти к поставленной цели. В условиях чехарды и постоянных смен говорить о серьезных задачах по большому счету не приходится. И здесь даже не финансы при всей важности являются главными, а вот именно эта стабильность. К сожалению, так случилось, что «Кубани» стабильности – это не хватает уже многие годы. Если сейчас удастся добиться такого постоянства, можно говорить о том, что изменения они не сразу, но они придут. Еще вчера нужно было уже думать, кто будет играть в завтрашней «Кубани». То есть не останавливаться на этой надежде, даже если бы мы остались. То есть все равно команда и футбольный клуб нуждались в перезагрузке. Мы должны обновиться, подойти к качественному составу сегодня игроков, самой команды, администрированию самого клуба, разобраться с долгами, с финансами. То есть то, что его тянуло назад. Но я надеюсь, это временная проблема. Это проседание, как я говорю, все лишь проседание. Это отскок, а потом подскок. То есть вот однозначно подскок будет. Сегодня жители нашего края неравнодушны к этой ситуации. Это самое главное. Это заставляет делать все возможное, чтобы подскок состоялся. Чтобы «Кубани» на самом деле ворвалась в премьер-лигу и заняла на самом деле самую, может быть, дай бог, высокую строчку в той таблице. Кроме того, по мнению Вениамина Кондратьева, необходимо провести собственную футбольную селекцию. Хороших игроков можно вырастить в школах и вузах края, считает также глава региона. Например, при формировании краевой команды обратить внимание на такие любительские студенческие сборные.